здравствуйте дорогие мои часто видим и слышим рекламу про мелатонин для сна давайте рассмотрим что такое мелатонин и как связан со сном вообще мелатонин из категории основных гормонов организма его выработка снижается из-за стресса с изменения часового пояса и с возрастом мелатонин синтетический присутствует в аптеках в виде пищевых добавок и медицинских лекарственных препаратов мелатонин вырабатывается в эпифизе такой области мозга когда мы находимся в полной темноте пик выработки приходится с 23 часов до 2 часов ночи начало выработки приходится на вечер когда начинает темнеть мы если с организмом все в порядке чувствуем сонливость утром выработка блокируется если проще то мелатонин работает как такой некий выключатель внутри организма активность в кл а сон выкл гормон отвечает за иммунитет биоритмы за молодость ремонт и восстановление организма во сне наука говорит что недостаток мелатонина ведет к усталости головным болям повышению давления снижению защиты организма и набора лишнего веса как понять что мелатонина не хватает когда биоритмы сбиваются его вырабатывается недостаточно биоритмы нарушается когда меняется часовой пояс результате наши внешние внутренние часы десинхронизируются начинает работать несогласованно мы чувствуем себя очень подавленными и разбитыми болит голова хочется спать но не выходит работоспособность ноль доказано что после 45 лет уровень синтеза мелатонина в организме снижается поэтому людей старшего возраста возникают проблемы со сном и только обычная бессонница и нарушение сна если вы бережете физическую форму ходите спортзал и правильно питаетесь а результатов ноль в этом также могут быть виноваты гормоны и тут же и мелатонин уровень мелатонина можно легко проверить сдается анализ крови на концентрацию мелатонина в лаборатории если есть отклонение от нормы надо посетить терапевта обязательно который назначит соответствующий препарат синтетическим мелатонином в нашей стране в свободном доступе лекарства и биодобавки а вот например в канаде австралии японии европе их продают только по рецептам врача самостоятельно причем мелатонина возможен только в том случае если вы точно уверены в своем здоровье и важно не планируете принимать его постоянно а дозировка вещества не превышает пять десятых миллиграмм именно столько производит наш организм в норме случае сбоя принять естественную дозу безопасно примеру если вы переместились другой часовой пояс и нужно уснуть получается в несвойственное вам время прием мелатонина стандартной дозе конечно поможет но призываю вас все-таки не принимать это лекарство самостоятельно а только по назначению доктора если же есть нарушение сна недомогание в течение продолжительного времени повышенное артериальное давление или вы хотите принимать мелатонин курсами все равно надо идти к врачу тому же мелатонин не совместим с некоторыми лекарственными препаратами может снижать их действие жизненно важных лекарств для гипертоников например стабилизирующих давление также если есть у вас трансплантат беременности сахарный диабет нарушение свертываемости крови с мелатонином надо быть очень и очень осторожным как наладить выработку мелатонина без препаратов устранить поломку выработки мелатонина в организме реально ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время направляйтесь спальню не позже полуночи если мешает уснуть или рано будет яркий свет например уличное освещение на помощь придут хорошие шторы или blackout шторы такие сейчас есть они создают в комнате абсолютную темноту при длительных перелетах и переездах ночное время надевайте маски для сна специальные которые создают ощущение темноты и логично будет также беруши за несколько часов до сна смотрите наши видео на этот счет про голубой свет в частности не используйте гаджеты и смартфон кровати перед сном и на ночь не наедайтесь потому как организму легче будет переключиться в режим выкл на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты главное берегите себя и вот увидите все будет хорошо